Добрый день! Меня зовут Коновалов Антон Юрьевич. Мы продолжаем наши лекции. На прошлой лекции мы начали осваивать позицию ведущего примирительных встреч. И сегодня мы продолжим эту тему. Те, кто слышали прошлую лекцию, могли бы задаться вопросом. А разве школа не решает конфликты? В школе много специалистов, которые решают конфликтные ситуации и довольно успешно с этим справляются. В чем же тогда особенность, для чего нужно создавать службу примирения, или для чего в школе может быть нужен медиатор? Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Например, в школе произошло нечто. Я специально говорю нечто, потому что определенность это событие обретет, когда на него посмотрит тот или иной специалист. Например, два ребенка подрались, между ними что-то произошло, и одному из детей причинен вред. Например, на эту ситуацию смотрит юрист, инспектор ПДН. Что его будет интересовать в этой ситуации? Нарушен ли закон? Достиг ли ребенок, обидчик возраста уголовной ответственности? Какие материалы дела надо собрать? Какие характеристики на ребенка есть? Как это дело передать в комиссию по делам несовершеннолетних, а возможно даже в суд? И когда он передаст эти материалы в суд, и суд или комиссия по делам несовершеннолетних в защите их прав рассмотрит это дело, инспектор сочтет свою работу исполненной, что конфликт с юридической точки зрения исчерпан. А всякие переживания сторон скажут, это вообще не мой вопрос. Например, на эту ситуацию смотрит психолог. Он скажет, ну вы знаете, юридические вопросы я может быть не очень хорошо знаю, меня волнует, переживают ли стороны, в каком психическом состоянии они находятся, есть ли какие-то психологические проблемы и так далее. Приведет свою диагностику и начнет разрабатывать свою программу, вести психологические занятия по корректировке этой ситуации, по работе с этими детьми и скажет, да, я тоже решил эту ситуацию. На нее может посмотреть адвокат, приглашенный, например, одним из родителей, и тогда адвокат будет разбирать другие совершенно вопросы, как доказать невиновность своего подопечного, как минимизировать его негативные для него последствия, и он будет обсуждать с ним совершенно определенные вопросы, которые с ними обсуждают другие специалисты. Также может посмотреть социальный педагог, который будет свою социальную работу планировать, уполномоченным по правам участников образовательного процесса, педагог, директор школы и так далее. Чем же отличается медиатор? Медиатор отличается тем, что он смотрит также со своей позиции, но его позиция отличается от остальных. Первое. Он считает, что ситуация, напомню, должна быть решена самими участниками, потому что сами люди должны быть экспертами в своей жизни. Не провести диагностику, выявить проблемы и разработать самому или с коллегами реабилитационную или какую-то еще другую программу, которую нужно будет заставить выполнить этих участников, а подготовить участников к тому, что они сами сядут за стол переговоров, обсудят, в чем ситуация, решат ее, составят для себя сами какой-то план, если это необходимо, или какой-то договор, и сами его выполнят. Он медиатор, знает, что он не эксперт в ситуации. Какие вопросы обсуждать, что обсуждать и так далее. Второе. При этом, конечно же, ему важно не просто, что ситуация будет решена, например, если кто-то скажет, а мы пойдем на дуэль, или мы пойдем драться с смертным боем. Конечно, медиатор не может принять такое решение, что насилие продолжится. Поэтому для него важно, чтобы когда люди обсуждают выход из ситуации, были реализованы восстановительные принципы. Я в прошлый раз про них говорил, сейчас еще раз напомню. Первое. Что люди восстановят способность понимать свою ситуацию и ситуацию другого. И для этого очень важно, чтобы обе стороны выслушали друг друга в спокойной обстановке, как мы говорим, с открытым сердцем. Второе. Что если в ситуации есть обидчик, он загладил причиненный жертве вред, и в этом его ответственность. Третье. Если в ситуации есть жертва, чтобы она была исцелена, получила ответы на свои вопросы за счет усилий обидчика, в том числе то, что не может обидчика, его родителей. Чтобы она не оставалась травмированной этой ситуацией. Потому что многие психологи знают, что среди многих обидчиков практически все они когда-то были жертвами какой-либо ситуации. Не были исцелены, принесли эту травму и в будущем в агрессии реализовывали и обижали других, потому что сами когда-то прошли через это и не были исцелены. Очень важно, чтобы они обсудили, как сделать, чтобы подобного в будущем не повторилось. Действительно, было бы странно, если они будут из кабинета медиатора и начнут опять повторять. И очень важно привлечь, насколько возможно, значимое сообщество, имеется в виду одноклассников, родителей, уважаемых ребятами людей, чтобы они поддержали их в этом начинании, в том, что они примирились, исправились, и дальше не будут повторять, не будут обижать друг друга и так далее. Здесь я хотел пару слов сказать, почему мы считаем, что очень важны тренинги. И то, что этот курс лекций, который мы проводим, конечно, он не сможет подготовить специалистов и медиаторов. Не потому, что мы на тренинге говорим какие-то тайные вещи, хотя, конечно, мы более подробно разбираем те вопросы, которые здесь. А потому, что когда специалисты пытаются провести медиацию, садятся в круг и на примере какой-то реальной ситуации пытаются провести, каждый из них начинает реализовывать то, в чем он был успешен. Психолог начинает вести психологическую работу, в которую он владеет, педагог – педагогическую, юрист – юридическую. Я помню старую историю, которую часто рассказываю, когда у нас на тренинге был один раз следователь, он говорит, а я тоже самое все делаю. Это просто два вида допроса и очная ставка. Поэтому каждый видит в этом то, в чем он успешен и пытается решать конфликты привычным ему способом. И проблема в том, что сам человек практически не может отследить, когда он теряет позицию медиатора. И поэтому нужны окружающие люди на тренинге «Круг», которые скажут ему, вот здесь ты удержал позицию медиатора, здесь потерял, здесь опять в нее вернулся. И так по очереди друг к другу, поскольку со стороны это видно гораздо лучше, люди обучаются позиции медиатора. Тренинг нужен не потому, что там какие-то знания, хотя и это тоже, конечно, не только потому, что там какие-то знания, но и потому, что там на практике осваивается позиция медиатора. И без этого реализовать позицию медиатора очень сложно, вряд ли возможно. В восстановительном правосудии различают два вида стыда или два вида стыжения. И я рекомендую желающим посмотреть известную работу австралийского криминолога Джона Бреютуэйта, которая называется «Преступление, стыд и воссоединение». Он говорит, что есть стыд клеймящий и стыд воссоединяющий. Что значит стыжение клеймящим стыдом? Это когда связывают человека и его поступок. Когда, например, говорят, «Ты хулиган, потому что ты делаешь что-то, то-то, то-то», и это становится его качеством, его личность, обозначается как качество его личности. В прошлом подыскиваются подтверждающие факты, которые подтверждают его негативные черты личности. Например, «Ты всегда хулиганил, и в прошлом месяце хулиганил, и в прошлом году хулиганил, и родители твои соответствующие». Из этого в будущее простраивается негативный сценарий. Ну, например, «Их ждет тебя КДН, тюрьма по тебе плачет» и так далее. И у человека нет никакого, не предоставляется ему никакой возможности избавиться от этого клейма. И даже если он будет наказан, клеймо хулигана, безобразника, или еще какое-то негативное клеймо, останется на нем все равно. Теория клеймения, она известна с древних времен, когда преступников действительно клеймили, чтобы их выделить среди людей, и было уже доказано, что это, к сожалению или к счастью, не знаю, не приводит к результату. Потому что человек, которого заклеймили, ищет общество себе подобных. И там, в этом обществе, они образуют свою субкультуру, как правило, противостоящую остальному миру. Ребенка, которого заклеймили, идет туда, где его принимают, в близкий ему круг. Другой вариант стыжения, когда говорится ребенку, что да, мы не принимаем твой поступок, но это не значит, что мы отвергаем тебя. Когда в прошлом отыскиваются факты, которые помогут ему справиться с этой ситуацией. Например, когда удавалось ему преодолеть подобную ситуацию, найти самому выход, исправить, решить ее, чтобы все и все закончилось нормально. Когда ребенка не связывают с негативным его действием, поступком, а это действие, говорят, ты исправь, и мы примем тебя обратно в общество. Это не означает, что должно быть все прощения. Наоборот, ему говорят, то, что ты сделал, например, украл или избил, причинил вред, это недопустимо. Мы не можем это принять. Но если ты это исправишь, то мы готовы будем тебя простить, принять обратно в общество и не будем тебе больше никогда предпоминать то, что ты сделал. К сожалению, очень часто медиатор в своей работе сталкивается с тем, что на ребенка очень много разными людьми, специалистами в школе, не только, навешано клеймящего стыжения, когда он уже считает себя хулиганом, негодяем и так далее. Или там придурочком, как они некоторые говорят. И сначала медиатору приходится справляться с этой ситуацией у ребенка. Нередко ему приходится общаться с администрацией школы или педагогами, чтобы прекратить клеймение, прекратить угрозы. И только после этого удается потихоньку начать готовить человека к медиации, к тому, чтобы передать ему ответственность. Поэтому специалист по восстановительным программам или медиатор всегда сначала встречается с участниками и обсуждает их взгляд на ситуацию. И, как правило, ситуация травматична и трагична как для одной стороны, так и для второй. И для обидчика, и для жертвы. Также медиатор обсуждает, в чем они видят последствия своих действий для другой стороны, для своих родных и близких, для педагогов, для жертвы, для родителей жертвы. И что они, что обидчик, например, собирается сделать, чтобы исправить причиненный вред. Такая встреча обычно продолжается около полутора часов. Иногда больше, иногда меньше, но это не быстрый разговор. И в результате этой встречи большинство людей готовы обсуждать и попытаться исправить причиненный вред. и так же, если есть жертва, то очень многие жертвы, хотя, конечно, не все, говорят, да, мы готовы встретиться, услышать ситуацию, услышать мнение обидчика, принять извинения, попытаться договориться и как-то решить эту ситуацию миром. Хотя бы для того, чтобы этого больше не повторялось и чтобы, а нередко бывает так, что говорят, ну, чтобы обидчику тоже не было какого-то излишнего наказания и так далее. Без такой подготовки очень большой риск, что воспроизведутся все привычные агрессивные формы поведения, которые есть, потому что, опять же, люди приходят уже достаточно нагруженные различным административным, карательным и клеймящим реагированием. И это очень сильно усложняет иногда работа медиатора. Именно поэтому мы на наших тренингах обучаем специалистов-медиаторов работать с отказами сторон, преодолевать негативные эмоции и готовить их к тому, чтобы они осознанно пошли на восстановительную программу, на медиацию, на круги сообщества или на другие программы, понимая, что там будет не просто встреча, а будут реализовываться принципы восстановительного подхода.